И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и я продолжаю играть в Ark Survival Evolved на сервере Ural Club с модом Anunnaki. Ну, и ещё и множество таких новых модов и так далее разных. Вот, так что, если хотите найти меня, именно этот сервер, вводите в поисковике Ural, и всё. Ну, главное, ищите в неофициальной вкладке. Вот, ну и я думаю, там уже найдёте 5х, Anunnaki, все дела, то есть вы их так и знаете. Вот, и что же я хотел бы... Сначала, в общем, хотел бы я вам рассказать о том, что домик у меня изменился. Домик у меня изменился. Не знаю, рассказывал нет про вот этот кран, про вот то, что запрыгивал туда... А, да, я это всё рассказывал, да-да-да, всё правильно рассказывал. В общем, сделал маленькую перестановку. Поставил воркбенчи, поставил шкафы. Здесь пока что у меня всякий хлам хранится, если что-то пошло. В общем, что тут в чём? Здесь у меня будут основные ресурсы. Так, что ж такое прыгает. Вот, а здесь у меня будут входные ресурсы. То есть я вот так забегаю. Сейчас покажу. Ой, блин, извините. Что-то у меня икот настал, он у меня наступил. В общем, забегаю, скинул сюда всё и убежал. А потом... Ну, то есть, конечно, внизу. Вот, а потом, допустим, взял, собрал его, допустим, стимуляторы, всякие стрелы, да. Всё это собрал. Ну, допустим, только не спустился, а поднялся наверх и разложил уже по нужным шкафам. То есть, допустим, это у нас сюда идёт, потому что здесь у нас ресурсы. Кстати, вот, 121 электроники и ни единички я не создавал. То есть это всё, что, так сказать, налутал. Вот, кстати, стрел такая же фигня. Уже полторы тысячи стрел. Кошмар. Пояс на ару я тоже, кстати, ещё не создавал. И металлические стрелы я тоже находил, да. Вот. Ну, а вот эти вот каменные, я их просто оставил. Ну, они же синие. Черт, убери, они синие. Ну, и, понятное дело, это то, что мне давали просто за заход. Вот. Что же я хочу сегодня сделать... Ой, откатило. Что же я хочу сегодня сделать? Я хочу заняться вот этим модом. Это Jurassic Park, если я не ошибаюсь. И такие вот дела. Электрический забор. Судя по цене, судя по сумме, вот эта четвертинка, вот эта целостина. Узнаем, посмотрим. Если в это половинка, я думаю, вряд ли такое будет фигня. Вот. В общем, посмотрим, что-то как-то где. Они стоят. И, собственно, вот эти вот ворота Jurassic Gate и Jurassic Gate Flame. Фрейм. Рамка. В общем, суть в чем... Они стоят вообще для изучения ноль. В чем прикол. Вот. Кстати, я себе сбросил левел. Перекачался немножечко. Сделал уже стойкость. У меня, кстати, уже скоро будет 91-й левел. Вкачал стойкость на 27, чтобы у меня было сопротивление к жару-холоду. Получше. Кстати, вот этот скин я получил просто летал-летал и хоп. Скин. Там, убили Додорекс. Скин. Тюм. У меня в рюкзак прилетел. Думаю, ну, что, клево. Вот. Ну, на этом новости не все заканчиваются. Во-первых, я привел ее. Назвал ее Джинджер. Да. Не знаю. Я когда ее вел, думаю, а, блин, Джинджер, короче, будет. Не знаю. Я захотел ее назвать Джинджер. Джинджер, и, собственно, вот на Джинджер у меня здесь. Вот. И вел я через водопад. В общем, к водопаду подвел на плоту. Потом дальше спрыгнул вниз. Она за мной. Дальше вплавь. Все дела. В общем, добежали. И все хорошо. Рекса я также назвал Омега. Да. Как и в прошлом сезоне говорили мне. Омега, Омега. Ну, я назвал Омега. Хорошо. Мне понравилось. И смотрите, сколько у меня птеров. Видите, сколько птеров. Круто. Они все новые. В общем, я готовился к серии. Я немножко подлутал металлом. Вот. Немножко 2000. Ну, всего лишь 1000 металлов. Копорядное дело, это очень мало. Подлутал немножко металлом. И пошел на второй раз лутать. Залетаю на остров. На птере. У меня там было около 3000 металлистской уроды. Залетаю на остров. Шелепс! Я умираю! Я реально просто умираю и все. Так, давайте посмотрим. Такс, 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 такс. Где, 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 где? Так, нет, это не тот дракон. Вот. Тернодон. И я. Умираем от дракона 575-го лула. Но я пишу в чат, кому нужен дракон 575-го лула. Ну, там, политдела. Откликнулись и дела. Ну, немножко не успели. Не успели. И я не успел залутать все эти... Всю... Весь тот лут. Летал, 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 летал. Летал, летал. На аргента веселит. Летал, летал. Летал, где я? Где я? Вот он. Вы были убиты. Аргента раз был убит. Такая же фигня. Пролетай мимо деревьев, шлепс. Пуф, где-то меня. Ёб, твою ж налево думать. Твою мать. Что такое? Что за нафиг? Время, час ночи. Я снимал серию. Я практически снял серию. Время, час ночи. Я просто нафиг... Ладно. Сижу, смотрю видосики уже. Там или новых птеров, думаю, смысл мне обратно сюда идти? Если у меня нет летунов ни одного. Хорошо. Притомил вот этого птера. Кое-как налутал. Допетрило до меня то, что можно не только черепах валить и пытаться насекомых найти, а эти летуны, которые с водой, с нефтью и с дилсита нового. С них тоже реально хорошо хитина идет. Ну, чтобы седло сделать. Притомил его. Потом притомил вот этого. Если не ошибаюсь... Кстати, вот этот удар получается. Этот и эта она. Вот это, если не ошибаюсь, 580 что ли левел была. И прям конкретно. Здоровье. Я сейчас единственное, что качаю, это урон и скорость передвижения. Ну, понятно. 250 это скорость моя. Вот. 25 процентов. Выносилось дофига. Здоровье нужно подкачать. Кислорода достаточно. Вес достаточно. Еды дофига. Вот. Собственно, вот это я качаю. Кстати, ну-ка, у тебя что тут? Ну, это, конечно, да. Дрещовенько. Да, я здесь также скорость качал. И потом я притомил... Опа. И потом... Да блин. Потом притомил вот этого птера. Кстати, смотрите, у него окраска. Блин, у него окраска и кайфовая. У него реально окраска кайфовая. Мне он нравится. Вот. Притомил вот этого. У него немножко похуже. Ну, урон у него, вроде бы как, был побольше изначально. Ему также надо будет бутыль захавать, чтобы я ему скорость передвижения вкачал. Ну, и также его пораскачивать. Кстати, что я натуплю? О, 150 процентов уже. Это круто. Вот. В общем, у меня... А этот я не помню, какого ЛЛБа был. В общем, 737-й. 881-й. Кстати, я им бутыль захавал. Маленький на пот. На экспу. Ею, точнее. Это она. Это он. И другая тоже она. Вот. И вот, в общем, такие вот дела. Теперь у меня три птера и ни одного аргентайпеса. Помимо ворот, я сегодня летал. Качал птеру, думал немножечко качать птера. И увидел такую картину. Бега три альфа-раптора. Ничего, понять я могу. Думаю, что за твою мать. Кстати, новое обновление вышло. И, походу, стало лагать меньше. Знаете, у меня ФПЕ стало больше. Причем, реально на 10-15 вот в этом месте ФПЕ стало больше. И так далее. Ну, в общем, круче стал. Здесь бегает три альфа-раптора. И я вижу вот такую вот штуку. Так, ну-ка, повыше, на всякий случай. Не знаю. Его вызова, то есть с альфа-раптором. Вот они, вот они. Альфа-рапторы. И вот он. Индомния Рекс. Немезис. Миньон. Точно. Это он их вызывает. Это он их вызывает. На него напал Аргидавис, и он вызывал альфа-рапторов. Твою мать, я так и знал, что это он вызывает. Я хочу его притомить. 35 левел всего лишь. Я думаю, это не сильно проблема будет притомить. Миньоны. Слушай. Слушай, ты тогда миньонов вызывал пятого левела. Там реально пятый левел какие-то были, миньоны. А по крайней мере, один из них. А тут 175. Ну ладно, это всё фигня. Это всё говно. Я всё равно буду стоять на скале и стрелять в тебя стрелами. Поэтому томить я его буду. Наркотой у меня нету. Грибов у меня реально с грибами проблемы. Это просто кошмар с грибами. Проблемы у меня нету просто. Вот. Ну и с металлом теперь проблемы. Но с Покохо я всё придумал. Меня надо Кецеля притомить. И я уже буду кристаллы долбить. Либо колобком, либо анкилы. Кто из них лучше добывает. И всё будет пучком. Вот. Собственно, сейчас я хочу его притомить. Для этого я сейчас возьму нужные инструменты. Блин. Так вот куда здесь встать? Здесь встать некуда. И я думаю томить я его буду прайм-мясом. Реально. Я этого чувака ни разу не видел. Я не знаю, что это. Кто это. Мод это. Или это реально добавили. Наверное, это мод всё-таки. В общем. Да. Вроде бы мод. Даже его вроде бы пытались продавать на аукционе. На сервере. В общем. Очень клёвая штука. Вызывает альфа-рапторов. Троих. Хочу узнать. В общем, поэтому сейчас я подготовлюсь и продолжим. И, кстати, да. Да-да-да. Я там был во всём эпике. Все дела. Там моя хорошая шмотка. Там эпический нагрудник. Станцы. Все в таком духе. Я их все всрал. У меня защита была 800. Практически 900. Если не ошибаюсь. Ну, 800 с лишним это точно. Сопределение холода у меня дофига было. Сопределение жарея было дофига было. Ну, классно, в общем, было. Я весь все шмотки всрал. К сожалению. Да. Такие дела. В целом, я единственное, что всрал, это птера, аргентависа, шмотки и 3000 металлические руды. Ну, там, 3 с лишним. Жаль. Еще 3 часа времени. 3 часа. 3 часа моего сна. Ну, да фиг с ним. Кстати, я еще изучил поискан болты, то есть металлические стрелы для композитного лука. Но, к сожалению, они требуют 5 грибов. Ну, вы понимаете. Грибы. Нету их. Поэтому, ну, не могу я пока что их затостить. Но всему свое время. Как бы не сильно там лук они и требуют. Так, ну все, вроде бы все готово. Что, арбалет взял? Самый матерый из тех, что у меня есть. Наркотик взял, стрелы взял и про мясо взял. Надеюсь, все-таки это им томить придется. А, кстати, вот это можно как-то вообще выкинуть уже. Так. Вот. И, кстати, как видите, да, не знаю, показывал, не показывал, у меня уже все в голове перепуталось. Я здесь немножко отсортировал и сделал немножечко хоть какую-то культурность. Но, блин, у меня теперь протухшее мясо тонны. Реально тонны. Надо делать холодильник. Надо реально делать холодильник. Я хотел даже сделать холодильник. Я уже прям к этому был готов. Но, пффф, все, короче, нафиг. И плюнул на это дело. Вот. Как видите, все у меня аккуратненько расставлено. Здесь у меня все рецепты и удобрения. Ну, практически все рецепты. Там, парочка, не закинуто. А здесь у меня ресурсы. Причем, как видите, они практически все забиты. Прямо конкретно забиты. И это прям серьезно. Я бы даже так сказал. Ну, что? Нереально, слушайте. Блин, у меня... Я вот сейчас летаю. У меня никаких непривисонов. Ну, вот играю. Блин, реально, они игру лучше оптимизировали, чем она была до этого. Это кайф. Я рад, что разработчики хоть как-то стараются что-то делать. У меня нет таких глобальных провисонов, как было раньше. По несколько секунд стоишь и понимаешь, что... Аааа! Все, сдох. Чу-чу-чу-чу-аа. Точно. Бадас гиганта Пентек 300 лава. Прикол. Так. Меня здесь надо будет зачистить четко сейчас. И уже продолжим. Так. Ну что, давайте пробовать. Птен на всякий случай рядом находится. И... И я даже не знаю, как это будет эффект. Я надеюсь, он никаких летунов, альфа-летунов не вызывает. Оу, да. Я попал по нему. Что за... Чё? Тихо-тихо-тихо. Все, я очкую. Он реально исчез. Такого твою мать-то исчез. Ублюдок. И вызвал... Это ж... Это ж... Кто за парень вот тут такой стоит? Слушай, а может он реально исчез просто-напросто? Твою мать. Честно, я очкую. Ну, давайте посмотрим. Сюда он... Летать он, по идее, не должен. Я надеюсь, он летать не должен. Твою мать. Я очкую. Ладно, давайте разбираться дальше. Да уж. Честно. Я не знаю, где он. Рапторы исчезли. То есть, они вызываются на время, как я понял. А он также исчез. Я честно не думал, что он вообще просто исчезет. Ну, вы сами видели. Я говорю, что мне вам рассказывать, если вы сами все прекрасно видели. Просто черный круг. Фух. И нет его. Я не знаю, где он. И честно, я теперь очкую здесь вообще ходить. Потому что он прибежит сюда, злопамятная скотина. И все. И мне кранты будут сразу же. Но сейчас как бы полеты запрещены. Плюс вечер, все дела. Поэтому я думаю, сейчас ночь пережду. Ну, а на утро мы уже посмотрим, что-то когда, где там будет. Потому что сейчас точно уже ничего невозможно будет сделать. Потому что, потому что будет тем не срана. Это что сейчас было там? А, наверное, я это. Так лес увидел. Где, где, дерево. Да, дерево, наверное, я увидел. Так, начинка перестрадаться. Да, это дерево было. Фух. Я уже, реально, я уже всего очкую. Потому что... Ну, если он может трех рапторов вызвать альфа, то... Как вы думаете, как он сам дамажит? Даже 35-й левел. Вот. Поэтому сильно-то и рисковать я не хочу. Ладно. Посмотрим, что будет дальше. Вот. Ну, а пока... Секундочку. Индоминус, Рекс, Немесис. Этот сксин появился. И то облако пыли, это был реально он. И он со временем появляется. Вот давайте сейчас еще раз я по нему стрельбану. Я, кстати, тут с мамонта выбил Small Potion Experience. Small Experience Potion. И вкачал еще Птера. Ха-ха-ха. И того Бадас. Гигу, ё. Пю, гигу, господи. Гигантозавра. Пю, качу я. Гигантопитека. Все, я вообще тащу, короче. Я тоже завалял. В общем, как видите, я качаю дамаг, качаю дамаг, 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 дамаг. И у него 889 уже лагу. Что-то мне себе неплохо. Скоро будет 900-очек. Такс. Ну, думаю, нам много стрел не нужно. Хе-хе. Ну, да ладно. Стрел возьмем все. Такс. Заряжай. Подожди, я не тот арбалет взял. Точно, я говняно арбалет взял. Отлично. Заряжай. Цельс. Вплей. Смотрим. Оу-е. Фух. Исчет просто. Ну, давай еще раз попробуем. Нету там его. Ну, вы поняли, да? А теперь давай... О, во, появился. Твою мать, ты появился. Ты прикалываешься? Окей. Давай еще разочек. Бережевай. Цельс. И пыли. Должен. Да, блин, ты отошел. Это нечестно. Читер долбный. Давай. Нео, недоделанный. Так какого взгляда? Я же должен был попасть. Эх. Не любви. Из-за этого арбалета то, что здесь надо бить с навеса. Ну, блин, ну что-то туда не подошел. Слышь? Ну-ка исчезни. Оу, есть. О, смотри, они исчезают теперь. О, может баг был? Слушайте, а может реально это был баг, а? Ииии, я просто лошара. Хе-хе-хе. Оу, да. Так, ну что я могу сказать? Нужно здесь сделать маленькую построечку с люком и глушить его нафиг. Хе-хе-хе-хе. Я тебя приручу. Ну, только единственное, я думаю... А, ну да. В общем, короче, построечку, люк, все релапы, бла-бла-бла. Ну, нафиг рисковать. Сволю сюда сдохну и потеряю все. Так, ну сейчас вроде бы... Благодаря к кристаллам все-таки светло, хоть и ночь. И вот такую конструкцию я сделал. Сейчас я сбоку покажу. Фундамент, два пола и два люка. Почему два? Ну, не знаю, потому что я садим как-то очковал стоять, поэтому сделал два. Давайте смотреть. Надо было чуть выше взять. Есть! Да твою мать! Он опять исчез. Фикс. Все-таки это, походу, дело не баг. Что он исчезает? Ты реально не баг? Ты что, прикалываешься? Ты можешь исчезать? Слышь, я хочу тебя. Ха-ха-ха-ха. Пока ты там утаешься, я тебе это, напхаю пока что, да? Ты же не против, чтобы я тебе напхал стрел в задницу. В хвост! Не попал. Ааа, что-то нехорошее место я выбрал, если честно. Осень нехорошее место я выбрал, однако. Блин! Я еще очкую туда упасть. Если я туда упаду, то это все. Кирдык, башка, все нафиг сразу же. Ааа! Я помер сразу же. Давай, давай, давай. Где-то там, где-то там, где-то там, где-то там. В общем-то я выбрал место, я думал, что он, это, не получится у него под скалу спрятаться. Ну блин. Ну блин, надо еще одну. Надо еще увеличить, короче. В общем, я поставил новую ловушку. Уже с этой стороны. Почему с этой стороны? Ну, потому что я считаю, что здесь как-то будет поудобнее. И, кстати, если встрелять вот в этот вот туман, то в него точно так же попадаешь. То есть это, так сказать, маленький индикатор, где он находится. Но, опять-таки же, шанс на то, что вы попадете так, как нужно, очень мало. Чтобы он вылез, вот она, как она, как я красиво попал. А вот поэтому облачку яда можно определить, где ты находишься. Но, все равно попасть тяжело. Так вот. Как его вымолить? Давайте я сейчас покажу. Просто от души покажу. Такс. Эээ, давай ты, короче. Иди сюда. Вот, мамонтенок, ну давай, газуй за мной. Вот сейчас смотрите. О, сам будет скотина. В общем, кидайте ему жертву, он на нее нападает, и, собственно, он вылазит. Все легко и просто. Проверено, так сказать, временем. Но, опять-таки же, это его откармливает. Ну, опять-таки же, оглушение от этого меньше не становится. Оглушение становится меньше от того, что вы просто тупите и тянете время, как я сейчас. Вот такие вот дела. Так что я продолжаю его оглушить. Логануло. Но, в целом, неплохо. О, да. Эй, сущий, да, я тебя стрелял. Ага, раз я получил каменную стрелу, значит, я попал в эту перекладину долбанную. О, да. Я не знаю, что сейчас было. В общем, он постоянно не может прятаться в тени. И, суть в чем, отбежал он туда подальше. Яркий свет. Вот, вспышка, смотрите. Сейчас что будет. Тих! И на него, понятное дело, мамонты сразу сакрылись. Я не знаю, что сейчас будет, но мне это не нравится. Потому что я лично боюсь, что мамонты его просто мочканут. Потому что, если попадут с мамонты хорошего левела, то они его мочканут. И это будет очень фигово, крайне фигово. Офигеть, как фигово. Потому что он уже практически прям, практически готов. Он уже от меня убегает. Причем постоянно убегает. Он даже не пытается... О, сейчас, 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 сейчас. ШЛЁПС! Красиво! Ну, уже, давай, 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 давай. Короче, походу, дело в этой серии мы все-таки не получится заняться этими воротами. В следующей серии займемся. Честно, вот мне очень повезло, то, что он там внизу тусуется. Если он был бы где-то в другом месте... О, он завалил мамонтов? Отлично, молодчик. Если он был где-то в другом месте, он бы меня ввальнул бы раз в 50. Да, я не спорю. Если был бы, допустим, Птиер, там, Дрейк и так далее, я бы его притомил бы очень быстро. Но, понимаете, когда нет этого всего, то как-то нужно же это все делать. А это означает только вот так, стрелами. И, так сказать, для Нубаса, у которого нет ничего, этот способ довольно-таки нехилый. Тем более, я вообще не знаю, что это за динозавр, что он делает и так далее. Опять исчез. Так ты супостатранный. А-а-а, черт побери. Я уже потратил на него практически сотку стрел. А может и больше. А, ну практически сотку. Вот. И я вообще не знаю, сколько еще нужно потратить, чтобы... Точнее, сколько в него нужно попасть. Я попал, наверное, в только процентов 50. Вот. И все не очень, я бы так сказал, радужно. Как бы мне хотелось. Еще... О-о-о, да-а-а-а. Еще вот тяжело понять, где все-таки он, а где еще только туман. Но... В целом неплохо. В задницу. Угадайте, что я делаю в этой коробке напротив этого козла. А вот хочу проверить, эта скотина... Ай, черт, я тебя еще не достал. О, достал. Хочу проверить, этот ублюдок сломает каменные вороны, каменные стены или же нет. Твою мать, какая ты здоровая дура. Слышь, я здесь. Ой, мать ты ж коронная. Что ты... Я не хочу даже смотреть, как ты это бабахаешь все дела. Слышь, я говорю, я здесь, хорош бить его. Ну, хорошо. Давай. Я ставлю на него. Твою мать. Эй, слышь. Ой, надо перетерпиться. Матушка родная, что творится. Дайте по хвосту ударю. Хо-хо-хо-хо-хо. Ну, там просто еще второй мамонт есть. Так что я лучше подожду. Эй, чувак. Ладно, подождем. Каково вам ощущение? Опишите свои чувства в комментариях. Лично мне очень очково. И неважно, играет или нет. Это до усрачки страшно. Но, одно я могу сказать. Смотрите, вся моя конструкция, черта бери, целенькая. А это означает, что? Это означает, я сейчас сюда, скотина, залезу? И буду тебя валить, тварь ты ублюдочная. Но, не, не, так сказать, не все так просто. Я хочу еще своего бодас-колобка сюда закинуть. И, чтобы он бил его через стены. Да, хотя нет, опять-таки же, бодас-колобок, он полторы тысячи бьет, да, а поиск-арро бьют по три тысячи. Я лучше, наверное, все-таки стрелами. Не буду я колобком своим жертвовать. И лучше, слышишь, я с тобой разговариваю. Сюда иди. Да нища. Туманная. Слышишь, туманный перегон. Давай иди сюда. Погоди-ка. А, нет. У него же эти альфачи. говнятины мелкие альфачи у него. А-а-а-а. Они-то могут ломать. Опять-таки же, с одной стороны, а с другой стороны... Ммм, я не знаю. Короче, надо пробовать. Я с тобой разговариваю, нища. Да, он бьет. Он дамажит по двенадцать. А-а-а. Твою мать. Я лучше здесь полежу. Я здесь полежу, я никого не трогаю. Пошли все в жопу. Ух, дамажит мало. Задамажить я его успею. Я успею ему жопу надрать и так далее. В этом плане я не спорю. Остается одна проблема. Мне нужно добраться целёхоньким. Целёхоньким. Это означает, мне надо сдохнуть от него, чтобы он отагрился. А-а-а. Потом полностью снарядиться и сюда прибежать. А-а-а. Поставить по контуру побольше окон, чтобы я мог хотя бы с одной стороны, то есть, допустим, здесь окно, здесь окно, здесь окно и здесь окно, чтобы я мог по нему дамажить со всех сторон. А-а-а. Что же ещё можно придумать? Да больше ничего! А-а-а. Ну и запасок парочку, чтобы я мог заменять и чинить их. Особенно потолок. А, нет, оно одинаково. Одинаково. Всё одинаково дерьмово. Ну ладно, что поделать? Придумаю сейчас что-нибудь. М-да. В общем, одно я могу сказать точно. Когда вы сидите в этой клетушке и он смотрит на вас и сейчас вот-вот бомбанёт своим лучом, не смотрите на него через окно. Судя по разлагающему трупу, я надеюсь, вы догадались, что будет с вами. А-а-а. Давайте смотреть, что будет дальше. Кизёл. Кизёл. Не спрячься от меня. Твою мать! Через окно! Через окно! Надо меньше окон. Хотя нет, что меньше окна. Надо просто подальше от окна отойти. А-а-а. Так, давайте ещё раз пробовать. Чему бы и нет. Так, сейчас я шмоточки надену. Ой, ты ж, факин, щита, факин. Я не знаю, я не знаю, что делать. Так, выбросить, выбросить, всякое говно, выбросить. Я не знаю, что делать реальным. Реально, вот я не знаю. Давайте, пробовать! Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Пошёл ты, блин! Опять притомил мне тут. Жил в жопу. На, в плетку! У-у-у! Видели луч? Видели луч? Вот, не смотрите на этот луч никогда. А я чё хочу посмотреть-то? 73 тысячи! Всего! Иди сюда, далища! Сюда сказал, иди. Мне сильфачи бегают. Мне, конечно, это не нравится. Сюда сказал, пришёл. Надеюсь, ты через стены багать не умеешь, да? О, да, ты багать не умеешь, но, блин, канаёбит меня тут вообще конкретно. Сюда сказал, вышел. На эти в морду! На эти в блюдок! Я тебе сейчас быстро притомлю! Всего 73 тысячи! Не, ну да, не спорю, всего 35-й левел, но, блин! 73 тысячи! Я маналю это всё дело! Такс, ну-ка, что там у тебя? Половиночка, половиночка! Твою мать! Тихо-тихо, не спешу! Вот откуда меня! Вот откуда меня! Аааа! Твою мать! Меньше окон! Меньше окон! Меньше мать его окон! Внутри, блин! Сиди от меня тут! Стенку не дают поставить! Ааа, ну вы поняли, да? Меня опять убили. И это уже, чёрт побери, какой раз! Я почитал, всего лишь нужно в него запустить не более 30 стрел. И я не знаю, как его сейчас убил, я вот сидел здесь, получается, а возможно, за того, что я слишком задницу вытащил. ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо кстати этом барс зашел на сервер как оказывается подписчик и говорит тоже там типа игра пол полгода и меня убил дудо и так стыдно игра издевается так далее вот как игра издевается понимаешь вот вроде был до этого он даже меня не убивал через стену а тут теперь стал убивать вот это настоящее издевательство а ладно короче уже включить когда его все-таки оглушают тупую да нища здесь и конченная дальнейшем реально чувствовал себя тут как в бункере уже у да 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 так разбежались я все разбежали сказал этот томить собираюсь валенский залезет чертовы козлина тупые рапторы не диспавнится не не медведи шли все вон тупые твари текс давай-ка быстренько место тебе закинем ты их здоровье дофига на фиге так 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 и да а чутяток молодины вот уж нифига себе вечно голодный полтергейст у приручения так быстро дул одну твою дивизию в общем суть в чем смотрите сейчас объясню два окна в одном вторую сторону перегородка за ней постоянно прячешься пистолетом агрю стрелами томлю бошку просовывает кошмар бошка просовывает стреляю самое главное стоит в центре чтоб он не достал чтобы вы частичка твоей задницы не пролезла туда вовнутрь и все и все это будет кайф будет кто то что именно нужно у щит это реально это это реально было изматывающе это просто до шути как было изматывающе и на 35 левел даже наркотики этому не нужно будет тратить до сильно быстро тратится но я рад что я даже не стал заморачиваться с бутылем потому что еды у него и так мало вот поэтому притомиться я думаю он быстро вот приручение идет так индоминус рекс немезис вот такого-то чувак в итоге хотел сделать серию о том как построить забор получилось как притомить немезиса но такие дела круто 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 такс наверное него седло для рекса подойдет я думаю что для рекса я надеюсь что для рекса вот и кстати вот аут говно вот мостик полный дерьмище короче не заморачивайтесь с этим мостиками вот реально бункер 4 на 4 вот фу 2 на 2 и 2 высоту все все что нужно нафиг 35 лэва единственно только смотрите в чем проблема он дамажит конкретно и этого маленького лэвла поэтому так мало дамажил поэтому я себе взял запасочки перекрытия стены фундаменты и чем у меня еще окна вот они окна чего это все брал ну чтобы если чуть что будет подходить урон так сказать малого количества будет уже хп у них я просто чинить их не получится потому что их постоянно дамажит зато если взять и заменить поймать ты куда поставилась вот так взять заменить попите соточка хп собственно все легко так сказать и просто в этом плане как оказывается черт я потолок делал ну ладно вот так вот все за меня отлично приручение приручение идет и просто кайф это реально нереальный кайф ладно сейчас уже включить на базе вот я лошара натуре реально я я создал седло для рекс я создал создал седло для альфа рекса потом я навожусь на него управлять и все а для чего вот это вот седло я не знаю вот ну собственно не такое седло надеть нельзя не такое силу надеть нельзя ну да ладно а кстати по характеристикам пойдемся 90 тысяч хп стала больше выносливость конечно сильно много но все же кислород эта фигня еда 2000 вес урон ближнем бою кстати увеличился и скорость продажей также сотка давайте посмотрим что в целом это получается обычная атака это прикольно середа так обычная атака это право кнопка мыши вам получается как лучом бьет так поскакали дальше нажал на control так это я получается в невидимость зашел и вызвал альфа чей текс прикольным на control у меня это я не знаю альтернативный удар что ли так в атакуете вообще всех подряд или нет так но я вроде бы на него наступил поэтому они на него и ринулись отапаковать так следует за понятно то есть я получается их вызываю и они обычные такие же ездовые но не ездовые обычные короче так съесть их я допустим сейчас выберу трубу и скажу вот типа короче вот о 555 прикольно и повод его вас короче его и что вы сделаете а вы короче ядром как далеко убежали да надо молодцы не скоро так но я хочу сделать вот так вот такси этого дураду давай ну же мисты гидрёшкин матрёшкин а вот накапливается и не значит дадолу короче он непонятно куда короче стрельбану и давай копись а может надо в упор подойти типа ну-ка давай в упор подойдем и шпендрех типа ты там вообще хоть типа да можешь что ли а ой его завалили так ладненько так что тут там с добычей у тебя добываешь себе место добываешь себе место отлично даже кератин чека добывать можешь просто супер такс давайте посмотрим чем можно вкачать конечно же урон чушь ему еще можно качать и луч смерти ой меня аж эта игра зависла короче я не знаю слышь задница я тебе сейчас устроил луч смерти ну-ка а ну он там вроде бы дома же даже ни черта не видно 555 так поскольку я ничего не вижу поскольку там давай как-то ты дрыщева дамажишь эти так скажу чувак не черта если честно не видно уж извиняйте я вижу точно так же как и вы так погнали проверять вот короче на носороге проверим и накопление а вот он скук а так он не хило он получается несколько ударов наносит по соточки понятно дома конечно у тебя в целом не очень но все же зато можно так вызвать всякую кучу говна и просто они короче будут искренять вот это все живность лично отлично просто великолепно так давайте посмотрим что у меня на x на x на x у меня вроде бы лечь сейчас уже до собираемся так это ничего это ничего пробел тоже ничего в общем получается вызывает луч и обычный дамаг ну в целом неплохо неплохо прикольный прикольный чувак если честно я думаю чувство нафиг чего вы носите в 200 такс урон конечно очень медленно качается а выносливость на выносливость получше вот так сделаем так и давайте сейчас посмотрим вот этот дамаг выносливость тратить или нет сейчас выносливость полностью да он получается уносливость тратит отлично такс а этот вот почему он тогда не мог прятаться когда я по нему дамажу очень много сильно дамажа он не мог прятаться в инвиз ну-ка давайте посмотрим еще видео у него выносливость восстанавливается он не мог очень много очень прям конкретно не мог долго спрятаться потому что у него не хватало выносливость на то чтобы спрятаться по-нормальному отлично ну-ка давай 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 чаете помогу щеках ну они возводили юнца мамонта не конечно дамаг от них маленький надо томить очень огромного и чтобы все было хорошо тогда будет все пучочком вот ну а так как бы в целом прикольный это кто у нас аргентабис ой а ты чё там напал а я ж мамонта завалил вот чё ты напал был бит слушаю а ты сам неплохо так справляешься ты знаешь что нужно делать и так далее ну-ка давайте посмотрим о крутяк он сам вызывает сам дамажит офигеть он сам все делает и мне нужно управлять он сам реально все делает зачет вот это классно чего в общем народ вот такие вот дела и реально блин не зря притомил вот просто чистого ради того чтобы он был не зря притомил класса чувак так давайте посмотрим характеристики и кстати видите у него окошечко какой-то беленькая появляется я не знаю что за фигня так переименовать здесь сильный но в реальном ростом можно на блуждание агрессивно поставить и все это что за фигня игнор группа может это типа учет с группы сразу может пойти про миньонов типа ну ладно в общем реально его можно просто поставить на блуждание его можно поставить на агрессора и все и дальше он сделает свое дело сам допустим сейчас давайте посмотрим блин уже серии конкретно прям затянулась и но и мне интересно все это так во первых на агрессию поставим тебя и во вторых поставил на блуждание и давайте посмотрим что будет ну да нашел свою жертву и начал сразу же атаковать миньоны сразу же ринулись в бой и все пучком а так как у него здоровье 90 тысяч я думаю за него можно не беспокоиться вот он решил что да ну нафиг затем слишком далеко бегать и решил напасть на ближайшую цель дома конечно нужно ему развивать дамаг в конкретном вот прям конкретно ему развивать дамаг выносливость тоже нехило дает потому что вот он дамаг и ложный так сказать выносливость это егошний хлеб его здоровье поэтому я сейчас думаю я все-таки вкачаю бутыльки вот призвал миньонов закину ему на бутыльки на экспо и вкачаем у дамаг чтобы хотя бы по пяти хаточки дамажил что будет довольно таки неплохо и все прикольный чувак прикольно мне нравится я доволен я теперь точно могу сказать я не зря потратил все это время на то чтобы его притомить вот только зря я сюда сделал чё могу им изменить или следовать подбирание предметов оу прикол я этим могу управлять ну-ка так включить блуждание есть фон час новых призовет они будут на блуждание стоять или же нет допустим ну-ка дакать того чувак управлять то стойте теперь лишь на театр так на ваку новых а это же также на блуждание то есть я их еще поставлю на агрессор тут вообще будет кайф все теперь он у меня действует так как он действует в живой природе то есть блуждание эти тоже на блуждание и все все пучком только единственное нужно найти его вот это конечно уже косяк у меня есть идея есть идея есть икея ой этот вы мне конкретно ударит хотя вот чё я в натуре прям ну давай я нажала 2 атакуйте говорю атакуйте его нафиг черноса камнем что ты застрял ну ладно стой гад стой а вот нашел отличненько в общем народу такие дела вы на кого-то просто супер кирекс и реально кайфовый мне он очень сильно нравится и я я доволен вот ну а вам советую подписаться на канал если вы впервые на моем канале поставить лайк если вам понравилось это видео и написать комментарий именно нормально комментарий то что вот допустил у не так всю говно вот и там все хорошо вот а именно что лучше изменить что лучше оставить также и тогда то есть адекватная критика они просто вы все говно и все в таком духе вот что типа того вот поэтому я очень рад буду адекватной критики именно адекватно они полному идиотизму полный идиотизм я баню вот так себе я просто удаляю сообщение чтобы человек все-таки понял свою глупость надеюсь вот такие удела в общем народ на этом я буду с вами пожалуй прощаться подписывайтесь на канал стать лайки комментируйте все это как всегда в общем всем удачи и всем пока